Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о недавнем Xbox Insight. На этом шоу рассказали о новых играх, о дополнениях, объявили о том, что в Xbox Game Pass будет Minecraft, кстати, надо качнуть, а также объявили, что сборник Мастер Чифа выйдет на ПК и показали нам XCloud в действии. О двух последних событиях я и хочу с вами поговорить. Начнем мы с Мастер Чифа. Да, он появится на ПК и не только в Microsoft Store, еще и в Steam, да. Для многих это был удар по сердцу и многие опять загрустнули об эксклюзивности. Не все, но многие покупали Xbox именно, чтобы поиграть в серию Halo. Не Halo, а Halo, хуйло. А потом так бах, и это можно сделать уже на ПК. Маленько обидно, ибо Only Xbox опять превратился не только в Only Xbox, а еще и в Only Windows 10, Only Steam и так далее. Это ситуация с одной стороны, с другой же ни хера плохого не произошло. И что расстраиваться я не знаю. Просто уже давнюю игру, которая вышла 5 лет назад, я именно про сборник, дали поиграть обладателям ПК. Что в этом плохого? Просто Маки расширяет аудиторию игры перед продолжением. Поиграет, посмотрит, что это за шутер. И если им вкатят, то ждите просто огромную аудиторию в следующей части. Плюс очень классно было бы, если бы они сделали Play Anywhere и кросс-платформу. И тогда игроки с Xbox One, у которых друзья играют на ПК, смогут играть вместе. И как по мне, это здорово. Почему они так поступают? Дело в том, что Маки по информации сети, не знаю, правда, не знаю, нет, получают не так много с продаж самих устройств, а именно с Xbox. Самая большая прибыль у них идет от сервисов и подписок. И от Xbox Game Pass, и от Xbox Live в том числе. И сейчас они всеми силами манят ПК игроков, чтобы они присмотрелись к этим сервисам. Суть не в том, на чем ты будешь играть, суть в том, во что ты будешь играть и с кем. И Маки сейчас в игровой индустрии поступают как люди, думающие о игровой индустрии в целом. Они не хотят больше грани между игроками, они не хотят, чтобы игроки делились на платформы. Они хотят объединить всех игроков в одно целое, чтобы между ними больше не было границ в виде разных сервисов и разных игр. Суки, где вы раньше были? Если бы так было изначально, со времен Xbox 360, я бы давно играл со своими друзьями. Ну, увы, у всех была либо Сонька, либо ПК. Сейчас же эту грань стирают и пытаются объединить игроков, дав им возможность поиграть в то, что они не смогли когда-то поиграть. Это очень благородно. Если же рассматривать с такой позиции Sony, то они получаются жлобы, которые тупо принуждают покупать именно PlayStation, играть только на нем, давая взамен на это эксклюзивные проекты. Кстати, имеют право, так как это все-таки бизнес, и им решать, как для них будет лучше. Ну, для игроков, конечно же, лучше позиция майков, так как уже не важно, какая у тебя платформа. Главное, чтобы тебе было удобно играть во все доступные игры. Я думаю, вы поняли мою позицию в этом плане. Перейдем к xCloud, к технологии, которая даст нам играть в игры от Xbox One, где бы мы ни находились. Я множество раз о ней рассказывал, и вы все знаете, что я жду эту технологию. И в итоге на шоу показали ее вживую. И знаете, оно мне вызвало невероятные сомнения. Просто присмотритесь к тому, как она играет. Ничего это смущает? Блять, да это пиздец. Тут у меня несколько вариантов. Либо она нифига не умеет играть, либо это записанный демообразец, и она пыталась не выдать это. Ну, типа, посмотрите, я играю. Либо у xCloud большие проблемы, и происходит большая задержка. Честно, пугает все варианты, кроме первой, так как мне похер умеет она играть или нет. Потому что это все говорит о том, что либо технология не готова, либо же она будет работать не так гладко. И я все еще не понимаю, если у вас какие-то проблемы, то зачем вообще это показывать? Лишь у игроков сомнений вызывайте только. Вообще говорили, что бета-тест этой фичи будет в первом квартале этого года. Но это Microsoft. Поэтому было объявлено, что технологию можно будет попробовать до конца этого года. А то, наверное, и в следующем. Следующие подробности об xCloud можно будет услышать на мероприятии GDC 2019, которое состоится уже в ближайшую неделю. Поэтому будем ждать и надеяться, что xCloud нас не подведет. И на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь палец вверх, подписывайся на канал, если вы этого не сделали, ибо чем больше нас, тем чаще делаются видео. И не забывайте писать свое мнение о данных новостях. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok